Так, наверное, я должен предварительно сказать про то, что по сути сейчас все рассуждение и все, что происходит, оно происходит в трендлированном каком-то мире. Ну и как всегда, если непонятно, что такое ДЖ-категория или бесконечность категории, в целом все рассуждения там работают. Но при одной такой проблемке, что для трендлированной категории не определено понятие категории, то есть нельзя посчитать категорию трендлированной категории. Там есть еще одна конструкция, которая невозможна в мире трендлированных категорий, я потом про нее скажу. Но в целом все происходящее трендлированное. То есть первая моя мысль была в том, что если то же самое доказать для трендлированных категорий, то это не будет иметь никакого смысла, потому что нет ни одного применения, потому что нет категории, например, нет каких-то других локализующих вариантов. Поэтому да, я везде буду работать с бесконечными категориями, с стабильными бесконечными категориями. Можно думать про предтрендлированные ДЖ-категории вообще без всяких проблем. Как это пишется буква-то? Пусть у нас есть коммутативный квадрант. Ну, я здесь какие-нибудь имена дам. Тогда у него есть то, что называется преобразование замены базы. То есть, во-первых, я могу нарисовать, перейти от этого квадрата к вот такому. Пинт — это просто категория точных предпочков. То есть, это просто пополнение относительно всех прямых сумм, относительно всех фильтрованных ко-пределов. Опять же, если бы это, в принципе, популярная вещь в трендерном мире, и когда про нее говорят… Ну, то есть, я имею в виду отображение замены базы, про которую я напишу. Это популярная вещь в трендерном мире. Но там уже изначально говорят про категории, в которых много прямых сумм. В общем, да, что хочу сказать, что на этой картинке у меня здесь являются вот эти функторы. Я пишу звездочку сверху, потому что это расширение Кана, поэтому оно как бы в каком смысле контр-вариантное, в каком смысле неестественное направление. Вот. И здесь появляется сопряженный справа к этим всем функторам на картинке. Да, и есть естественное преобразование, которое называется… Я буду называть EX. Без обозначения квадрата, либо с обозначением какого-нибудь… Ну, то есть, пока без обозначения, но потом у меня будет появляться, например, тот же квадрат с замененным какой-нибудь из категории. Я буду здесь писать другую категорию, чтобы не путаться. Вот. И у меня есть естественное преобразование следующих функторов. Так, в какую сторону я хочу написать. Наверное, я хочу в эту сторону написать. Так. Ну, там есть два варианта. Сейчас посмотрю, как я у себя в записках секретных. Ну да, давайте напишем в другом немножко направление. f со звездочкой, f со звездочкой, f со звездочкой, f со звездочкой. То есть есть два прохода такой и такой, между ними есть естественное преобразование. Давайте я его заодно построю, чтобы было понятно, откуда он берется, если вдруг кто не помнит. У нас есть, во-первых, какие вещи. Во-первых, есть отображение из тождественного функтора на штрих в p со звездочкой. В какую сторону хочу написать тоже. Ладно, напишу так пока. Я думаю, получится. Если не получится, поправлюсь. Нет, она сопряженная с другой стороны. Нет, так мне дальше не нравится. Тогда я напишу тождественное на, отсюда f со звездочкой, со звездочкой. Понятно, это просто единица сопряжения. Этот функтор сопряжен справа. Поэтому я его сюда могу перенести. Вот. Дальше я могу это все применить со звездочкой. И у меня получится решение такого вида. Дальше. Не, что-то не то, что-то мне не выходит. Давайте я потом, как правильно нужно сделать. Давайте я с другой стороны пойду. У меня есть изморфизм вот таких функторов, вот таких композиций. Я наверное хочу им пользоваться. Вот. И изморфизм сопряженных, соответственно. Давайте я сейчас сопряженные напишу. Дальше. Дальше. Так. 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 Я наверное хочу воспользоваться этим. Сказать, что вот этот изморфизм. Из этого изморфизма я могу q со звездочкой перенести сюда. То есть вот это отображение. Да. Дает мне p со звездочкой. И выражение в q со звездочкой. g со звездочкой, f со звездочкой. f со звездочкой. Теперь мне нужно f со звездочкой перенести обратную сторону. Давайте я попробую так. Я попробую применить его с обеих сторон. дает мне p со звездочкой. Оно вообще попадает. Оно вообще попадает. Оно сюда попадает. Здесь не может быть никакого. В общем я запутался. Я сам себя запутал. Кто не вспомнит, как нормально бы исчезнуть писать? Да. У тебя, наверное, в самой первой строчке у тебя q со звездочкой два раза q, а одно из них должно быть g, наверное. Сначала g, потом q. Так. Вот это q. Это g, это q. Нет, нет. А, в самом верху. Нет, вот именно вот в этой. x двоеточек. Мне кажется, там что-то не то. Да, да. Тут что-то не то. Здесь должно быть q со звездочкой, а g со звездочкой сверху. g. Нет, я не очень понимаю. Вот ты же идешь из нижнего правого угла. Значит, ты сначала идешь по q, а потом... Нет? Сначала... Я сначала по q, а потом по g, да. То есть справа должно быть q, наверное, а слева g. Да, 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 да. q со звездочкой, со звездочкой, да. Очень сложно. q с звездочкой, же со звездочкой снизу. Так. Да, значит, у меня здесь где-то что-то не с той стороны. Давайте, видимо, это не мешает. Окошко зума я не могу менять, настроить. Давайте еще раз попробуем. Так, вот это отображение я, наверное, хочу сохранять. Я здесь q перенес, да, я здесь q перенес сюда. Я думаю, ты наоборот хочешь перенести налево. Угу. 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 не работают. Как же так? Да, я, наверное, хочу G перенести в обратную сторону. Значит, у меня отображение есть из F со звездочки, F, G со звездочкой снизу, Q со звездочкой сверху, F со звездочкой. Да, вот, теперь все получается. Теперь я применяю это все к P со звездочки снизу. У меня есть вот такая штука, и здесь есть Q единица. Сюда, еще с звездочкой снизу, Q со звездочкой сверху. Да, в принципе, можно это, наверное, как-нибудь записать. То есть вот это что такое? Это было, вот это, на самом деле, изоморфизм, ну, то есть это получено из отображения, из вот этого изоморфизма посредством, по сути, единицы и композирования. Я, наверное, хочу так записать. А можно для тех, кто ничего не понимает, а вот этот изоморфизм, ну, в смысле, что это такое? Так, вот этот изоморфизм, ну, у нас была коммутативная диаграмма, что это означает? Что вообще такое коммутативная диаграмма? Ну, я имею в виду, что это какой-то там два-морфизм, или это как бы что-то имеется в виду? Ну, это естественный изоморфизм функторов. Ну, то есть что такое вообще коммутативная диаграмма? Коммутативная диаграмма — это, ну, диаграмма и какой-то изоморфизм, который делает ее коммутативной. Ну, то есть какое-то естественное преобразование между вот этим и вот этим, Ну, то есть это то же самое, что коммутативная диаграмма обычных категорий. Никакой разницы нет. Если DG-категория, например, естественное преобразование DG-обогащенных функторов в обогащенных комплексах. То есть вот этот вот изоморфизм — это естественное преобразование какое-то приостановить в звездочках. Да-да-да-да. Изоморфизм функторов, да. Так, я хотел, в общем, это преобразование как-то еще записать более наглядно. То есть здесь я что делаю? Я здесь применяю единицу для q. kf. То есть вот у меня здесь единица на q, и она применяется к f. Я не знаю, как писать горизонтальные и вертикальные композиции, поэтому я просто пишу вот так. Ну, то есть это естественное преобразование вычислено на образе этого функтора. Когда я буду применять функтор к естественному преобразованию, я буду писать его с этой стороны. А здесь у меня написан вот этот изоморфизм, я не знаю, давайте его как-нибудь назовем каноническим. Так. Вот. И здесь к этому изоморфизму применяется q со звездочкой просто. У меня опять что-то перепуталось, что ли? Сейчас. Здесь q, здесь g, здесь q. Для g потому что я должен был писать. Я путаюсь в этих буквах. Мы тоже. Зачем мне вообще нужно? Нужно было использовать какие-то понятные буквы. g со звездочкой, g со звездочкой сверху. Вот. Теперь вроде что-то сходится. То есть мы берем теперь g со звездочкой снизу, применяем к этому изоморфизма. Надеюсь, читаем на то, что я пишу. Вот. Ну, а теперь все происходит. Теперь полное отображение. Да, с этой стороны у меня происходит просто q единица. То есть эпсилон p. Эпсилон p и к нему применено вот это вот же со звездочкой снизу, q со звездочкой сверху. Эпсилон p. Да, все так. Вот такая хреновина. Да, здесь все то же самое, что было написано, но я просто хочу да, я хочу эту картинку очень сделать явной, чтобы у меня была явно написана композиция функторов. Композиция естественных преобразований, извиняюсь. то есть здесь мне написано f со звездочкой, p со звездочкой, здесь я в серединку вставляю f со звездочкой, я все равно здесь что-то не так написал. Нет, здесь я все так написал. вставляю единицу g. У тебя же было f в другом месте. Да, у меня было f в другом месте. f со звездочкой, p со звездочкой снизу. Вот здесь я применяю, ну да, я уже не буду писать, но тот же изморфизм. Да, и здесь я применяю вот тот же естественный преобразование, ту же единицу, только не f со звездочкой, а уже f со звездочкой, p со звездочкой. Понятно. То есть это же f со звездочкой, p со звездочкой снизу. Ну а здесь что-то то же самое стало. Ну, то же самое стало. Вот. Вот такое преобразование. И, собственно, что я хочу делать в этом докладе, я хочу, по сути, изучать это преобразование, так чтобы, ну, были понятны какие-то его свойства. Хорошие, категорные. Вот, это первое определение. Теперь я хочу еще одно определение. Я квадрату какой-нибудь имя дам, потому что он все время будет появляться. Называется предпулбэком. Называется предпулбэком. Ну, то есть что такое пулбэк? Пулбэк – это когда вот этот угол – это пулбэк категории вот этих над этой. Я напишу нечто более простое, что просто у меня то же самое верно на пространство отображения. То есть что, ну, можно сказать, даже не на пространство отображения анахомов. В любых, их, 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 их. Ааа. Я не пишу здесь функтор, но здесь функтор написан. Должен быть, как на каждом объекте. Нет, я их применяю. Если вот эта диаграмма является пулбэком. То есть в чем разница с обычным пулбэком? Что у меня объектов может быть меньше. То есть у меня, ну, есть функтор из вот этого предпулбэка в штрих над b штрих. И он является полным вложением. Но здесь может быть больше объектов потенциально. Такое небольшое обобщение, что ли, пулбэком. Так. Определение 3. Квадрат называется квадратом Миллера. Если отображение base change является эквивалентностью, если он является предпулбэком. и третье, все функторы fp qg рождают своим образом. Ну, категорию область. То есть, что это значит? Это означает просто, что мы можем поднять какое-то множество образующих всех категорий относительно всех функторов. На самом деле это означает, что у меня есть ну, у меня есть а и все категории а штрих, b и b штрих порождены образом, а как ну, как трендоверные категории. То есть, минимальные замкли относительно взятия конусов там прямых сумм и всего такого. Ну, или если говорить правильно, то порождают относительно конечных пределов и ко пределу. Вот. Ну, да, и главная теорема. вроде мне больше пока ничего не нужно. А, не, мне нужно еще немножко. Мне нужно еще определение. Прости, пожалуйста. А ты словом cobblest перевел кодомейн? Да, а как нужно? Да, да, кодомейн. Ну, я попытался это словами объяснить по-другому. Возможно, мне стоит и написать по-другому, но я поленился. Так, четвертое определение. К-теория, она дает функтор из такой вот штуки категории спектров. И вот под этим имеется в виду бесконечность 1 категории. Ну, там не важно, потому что в категории спектра все пропускается через бесконечность 1 категории. Но я про то, что не нужно думать про какие-то совсем страшные вещи. Бесконечность 2 категории. То есть она что делает? Это функтор, во-первых. То есть для любого отображения индуцируется функтор NK-теория. Во-вторых, она удовлетворяет такому замечательному свойству, что она в последовательности локализации переводит в длинные точные последовательности на группах, на самом деле в последовательности расслоения в спектрах. То есть если у меня есть A, B, B, A. По сравнению с локализацией здесь. Причем по сравнению с локализацией я имею в виду, что вот это… Ну да, давайте я тут напишу, что… Ну, ничего же не сломается, если я напишу, что я рассматриваю все только на коробе замкнутых, ну, замкнутых относительно прямых слагаемых категориях. Тогда постановка локализации – это обычная постановка вердея, только все категории коробе замкнуты. А фактор – это не просто локализация вердея, а идемпендентное пополнение локализации вердея. То есть я вот так напишу. Ну, ладно, наверное, правильно не так написать. Правильно написать, что делать с этим категорией и функторы, которые мы рассматривали. Делаю следующее. Последовательность, ну, постановление расстояния. Ну, в бесконечном категории просто, что вот это – это ядро вот этого отображения. Такие варианты я буду называть. локализующими. Тогда я называется локализующим инвариантом. Ну, я не знаю, возможно, ну, понятно, примеры. Возможно, всем знаком только в основном один пример – категория. То есть можно рассмотреть E, категория, ну, нужно рассмотреть не связанную категорию. То есть я всегда рассматриваю все, ну, так как вот это свойство, так как у меня должно быть вот это свойство выполнено на идемпотентных пополнениях, у меня вот это отображение на канале может быть не сюрлективно всегда. То есть мне всегда нужно рассматривать не связанную категорию. Ну, есть еще другие примеры, может быть, знакомые – топологические и циклические гомологии, топологические гомологии Хофшильда. Вот такие всякие штуки. Они определены на категориях, не только на кольцах, и являются локализующими инвариантами. Ну, в принципе, это более-менее все, что народ рассматривает так основательно, но из этих инвариантов можно построить еще какие-то. Например, известная тема, что есть отображение следа, циклотомического следа из К-теории в TC. Можно рассмотреть его слой, например. Ну, это тоже такой вариант, это тоже локализующий инвариант. Но, в принципе, основные вещи, которые интересны – это один и два, наверное. Например, может быть, даже один чуть более интересный, ну, может быть, даже два не интересны, интересны только один. Я, на всякий случай, все равно решил написать определение. Вот, да, теперь я вроде бы могу сформулировать матерему. Пусть квадрат… Я написал хоть… Да, я написал, что это называется квадратом Миллера. А, я еще… Наверное, еще нужно примеры какие-то написать. Написать, почему я вообще считаю, что это разумное определение для квадрата Миллера. То есть вы же мне скажете, что если я рассмотрю квадрат колец… Типа такой… Ну, да, тут, наверное, любое отношение может быть. Вы же мне скажете, что то, что он pullback и pushout… Вообще-то говоря, не означает, что категории моделей над этими штуками, категории там совершенных комплексов будут давать квадрат Миллера. Ну, действительно, не будет, но можно разобраться вообще, если есть квадрат колец более общий… То по нему можно построить квадрат категории. Perf – это категория совершенных комплексов, то есть просто наименьше замкты относительно пределов и копределов и прямых слагаемых под категория в категории модулей, которые содержат само кольцо как модуль над собой. Так, то есть можно рассмотреть такую штуку. И что означает условие на то, что этот квадрат pullback? Ну, на то, что он пред pullback даже, не обязательно, что pullback. Ну, тут на самом деле автоматически будет, если пред pullback, то pullback. Это означает в частности, что отображение из R в R' крест S на D' должно быть эквивалентностью, потому что R, R' S – это соответствующее пространство отображения между модулем R, модулем R' S и модулем S' из себя в себя в этой соответствующей категории. То есть вот это условие – это просто переформировка условия вот этого. И на самом деле действительно хватает вот этого. Если вот это верно, то из того, что R все порождает, на самом деле следует, что на всех объектах пространство отображения будет встраиваться в pullback. Поэтому условие на то, что это pullback, полностью соответствует условию, что вот это pullback, что вот это пред pullback. Тогда и только тогда, когда вот это pullback. А что с отображением замены базы? Давайте посмотрим, что делает отображение замены базы. Я сказал, что ты в какой-то момент произнес, что эквивалентность, я имел в виду изоморфизм, да, колец? Ну, да, да, да. Но я, наверное, буду путаться между этими словами, потому что особая разница между изоморфизмом и эквивалентностью… Ну, если я говорю про классические категории, то, понятно, нет никакой разницы между эквивалентностью и изоморфизмом, разве что может показаться, что я говорю про что-то более сложное, чем обычные кольца. В этих бесконечных категориях понятие изоморфизм вообще не имеет никакого смысла. Это понятно. Поэтому, да, я, ну, могу путаться между ними. Вот. Давайте посмотрим, что делает отображение замены базы. Ну, опять же, только на образующие посмотрим, потому что, ну, а что, если на образующие оно будет изоморфизмом, то оно везде будет изоморфизм, естественное преобразование. То есть вот у меня есть R' Я к нему применяю забывающий… Ну, да, что такое int.perf? int.perf – это всегда категория модулей есть. Это всегда есть просто категория модулей на DR. Категория производных модулей, понятно. То есть я, наверное, должен говорить… Да, D от R. Почему это так? Потому что D от R компактно прождена. И компактная прожденность… Ну, по сути, компактная прожденность… Треангулированные категории автоматически означают вот эту штуку. Ну, если пытаться как-нибудь глупо копать, почему это верно, то можно сказать так, что компактная прожденность, во-первых, означает, что у меня есть вот эта категория, и из того, что копределы всех представленных функторов коммутируют с прямыми суммами, у меня отображение автоматически отображается на отображении из int сюда. Ну, потому что здесь формально считаются копределы так вот через бесконечные прямые суммы. Вот. И почему эта эквивалентность? То есть, просто потому что здесь как бы любой объект является суммой этих компактных объектов. Ну, не уверен… D от R – это и бесконечные, и бесконечные порожденные. А что значит бесконечно порожденные? Компактно порожденные, в смысле? D – Нет, я имею в виду модули какие. D – А, модули, да-да-да, то есть это бесконечные, но в правильном смысле тебе нужно, ну, знаешь, нужно локализовать не по всем комплексам проективных, а те, которые в одну сторону где-то начинают расщепляться. D – Ну, вот это стремная модельная структура. D – Но бесконечные модули там есть, бесконечные порожденные. D – Да-да-да-да-да-да-да. D – Не, ну да, то есть можно написать, что это комплексы по модулю квазизоморфизма. D – Это будет верно. D – Угу, комплексы бесконечных порожденных. D – Вот, ну да, в общем, я что хочу сказать, что когда напишу int и напишу вот эти мои сопряженные функторы, это будут в точности сопряженные функторы, которые у меня есть на категории производных, на категории модулей. D – То есть какие у меня есть функторы на категории модулей? D – Давайте еще один квадрат нарисую. D – Так, буковка L. D – Вот это, я надеюсь, буковка P. D – Так, мне не вышло. D – Не, по-моему, у меня нет горячей клавиши для буковки P. D – Ладно, пожалуй. D – То есть у меня картиночка такая. D – Вот здесь это просто действительно функтор замены паза, то есть тендерного домножения, а здесь функтор просто забывания. D – То есть я забываю, что я модуль над соответствующим кольцом прихожу к предыдущему. D – Ну, понятно. D – И отображение замены пазы я могу на этом квадрате смотреть. D – Если я его посмотрю на этом квадрате, я внезапно обнаружу, что же это на самом деле за отображение. D – У меня был R' – Я могу забыть, что оно было R' D – посмотреть его как R-модуль, и потом тендерном домножиться на S. D – Могу сделать это в другом порядке. D – Могу сначала R' домножить на S' D – Ну, это S' и есть. D – И забыть, что оно R' модуль, то есть посмотреть как на S' модуль. D – То есть в итоге вот это отображение замены пазы, то, что оно изоморфизм, в точности означает, что вот это отображение с тендерного произведения R' является изоморфизмом. D – То есть, например, если кольца коммутативны, это просто означает, что вот этот квадрат был пушаутом, но немножко в другом смысле, потому что вот это тендерное произведение, оно производное. D – Да, я здесь должен был написать L. D – И тогда вот это условие, оно практически означает, что вот этот квадрат пушаут, но, например, оно означает еще и то, что это не просто пушаут, а что и нету никаких старших торов вот этого произведения над этим. D – То есть это практически одно и то же, практически такое же условие, но немножко более такое производное. D – Понимаю, оно сильнее, нет? D – Оно сильнее, конечно, вот это сильнее условие. D – То есть я сейчас хочу сказать, что пушаут – вот это влечет то, что вот это пушаут. D – То есть вот это, ну не пушаут, извиняюсь. D – Как это? D – Да, экс-эзоморфизм, экс-эквивалентность влечет, что квадрат был пушаутом. D – Но только для куммутативных колец, если кольца некуммутативные, то пушауты там считаются по-другому. D – Это более сложная вещь, чем просто… D – Ну чем просто тензорное произведение, там это свободное произведение, ну вот эти амальгамы. D – Но в целом так, да. D – А если не куммутативные кольца, то там все равно было изморфизм колец? D – До того, что до этого было? D – Или, конечно, эквивалентность? D – Изморфизм каких колец? D – Ты имеешь в виду вот какое-то кольцо построенное из этого? D – Не-не, я имею в виду то, что это было про pullback, предpullback. D – Да-да-да, это все равно верно. D – То есть вот это условие, оно как бы… D – То есть pullback-и такие же в куммутативных кольцах, а некуммутативных. D – Да, это условие верно. D – Ну, я здесь что, наверное, хочу сказать, что если я представлю, что вот эта картиночка… Если я посмотрю вот на эту картиночку и представлю, что у меня здесь написано не S по модулю J и R по модулю I, а написано что-то такое производное, то есть какое-то производное кольцо, например, там симплециальное кольцо, где здесь написан правильный фактор, типа через комплекс кашулю или еще через что-нибудь такое. D – То есть если бы я здесь написал две-две черты… D – Я не справляюсь с Zoom, он мне все время мешает пользоваться этой программкой. D – То есть если бы у меня было здесь написано две черты, D – То вот такие вот производные квадраты Milner в точности бы давали квадраты Milner-категории. D – Они производные, ну, не дают. D – Не дают, но есть какая-то связь. D – И я потом еще попробую объяснить, как эту связь перевести в утверждение для колец. D – Так, ну да, мы заждались, наверное, мы хотим теорему. D – Теорема, пусть квадратик квадрат Миллера. D – Тогда для любого локализующего инверианта E от квадрата является pullback. D – В частности, есть длинная точная последовательность. D – Ну, напишу, чтобы была… D – Ну, мне здесь нужно везде EC писать в моих обозначениях. D – Ну, здесь я пишу, могу какую-нибудь букву написать. D – Да, вот такая штука. D – Ну, да, я попытаюсь ее сегодня доказать. D – У меня бьет только мой планшет почему-то. D – Но не сейчас. D – Пока что мне нужно что-то предварительное с этим сделать. D – Мне нужно… D – Ну, то есть, какой вообще план? D – Как это можно сделать? D – Тоже, план пока не хочу. D – Что из этого следует? D – То есть, почему вообще нужно об этом беспокоить? D – За какая-то абстрактная категорная хрень, которая, может быть, ничего не влечет разумного. D – А из универсальности категории следует, что достаточно для категории доказывать? D – Нет. D – Ну, то есть, универсальная категория, она же такая у нас немножко странная. D – Она на самом деле говорит, что у тебя типа есть в категории локализующих инвариантов, то есть такой как бы категории очень некомутативных мотивов, у тебя там есть единица. D – И эндоморфизм единицы – это категория. D – То есть, там какое-то такое, немножко странная такая универсальность. D – Окей. D – Ну, сейчас я не знаю, но хорошо. D – На самом деле, ну, вот это все имеет отношение к работе Лэнда и Танма, которая называется The Key Theory of Pullbacks. D – Там не говорится ни про какие категории, то есть там все делается на уровне производных колец, то есть симплециальных там или Е-бесконечность алгебр, ой, Е1 алгебра. D – Вот, но там все равно как бы что-то похожее доказывается, и там важный момент, что там они не доказывают для всех локализующих инвариантов, они что-то не подумают. Ну, то есть, самое общее утверждение, оно у них верно не для всех локализующих инвариантов, а только для удовлетворяющих еще какому-то дополнительному свойству. На самом деле, для всех верно, но смысл в том, что, в общем-то, люди плохо умеют работать с произвольными локализующими, не то чтобы очень плохо, но регулярно им приходится какие-то условия накладывать дополнительно. И при этом Ка-теория всем им всегда удовлетворяет, потому что всех всегда волнует только Ка-теория. Да, я хочу говорить про какие-нибудь следствия. У Суслина в Одинске, кажется, так эта фамилия читается, я не очень умею. Есть такое утверждение, что пусть у меня есть квадрат колец. А, я, наверное, да, я хочу, чтобы это был квадрат Milner, то есть здесь должно быть тоже A mod E. Вот у меня есть такой квадрат, я от него требую, да, как всегда, что образ I отображается посредством P на J изоморфизма. Это первое, что я требую. И второе, да, понятно, я требую, чтобы вот это был. Ну, вот это условие, это на самом деле переформулированное вот это условие, что квадрат был pullback. Ну, короче, да, у меня есть такой квадрат Milner, и у меня есть дополнительное условие, что Торы, ой, там что-то очень такое странное, там Торы над Z от E, от I, из, по-моему, из Z, я не могу вспомнить точное утверждение, к сожалению, я могу посмотреть. Давайте я его посмотрю, чтобы не врать. Ну, она сейчас выведется из нашего всего. Ну, да, и Z там должно быть. То есть мы предполагаем, что вот это обнуляется при I там. Ну, может для всех, конечно, обнулять. Ну, давайте от единицы там до N. До N-1. Тогда категория... Что такое Z от I? Да, что такое Z от I я сейчас скажу. Тогда... Окей. Окей. Точная... Точная до... Точная до... И меньше правовное. Ну, раз я пишу направо, наверное, нужно говорить не до, а после. Ну, понятно, что я имею в виду. Да, что такое Z от I? По сути, я беру просто Z плюс I, Z плюс I и умножаюсь тривиальным образом. То есть умножение на I действует просто как умножение на I и... Ну, то есть у меня... Короче, просто добавление единицы универсальное, как не кольцо без единицы, можно так сказать. Да, давай я так скажу. Универсальное кольцо... Ты имеешь в виду какое-то полупрямое произведение колец? Ну, да, можно и так. Ну, в смысле, это прямая сумма Z и I. Как из неунидального сделать унитай, да. Да, 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 да. Универсальное кольцо соединиться. Но как кольцо оно выглядит, да, что у тебя Z плюс I и умножение на I действует как умножение на I, умножение на Z действует как умножение на Z, умножение Z на I действует как структура Z-модуля. Вот. На самом деле, что они еще доказывают? Они доказывают, почему Z от I вообще. Потому что можно не Z от I смотреть, а можно рассматривать A от I, ничего не поменяется. То есть можно единицу добавить, можно A добавить, торт таким же останется. Что можно добавить? Ну, можно рассмотреть не универсальное кольцо с единицей, а универсальное A алгебра с единицей. То есть это A написать? Да, 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 да. Вот. Как оно следует из нашего результата? Утверждение в том состоит, что вот этот тор, то есть в нашем результате что есть? Если тор H' на A мод I привилизуется до уровня N, то мы побеждаем. Кольца, которые изоморфизны до первых гомотопических групп в спектре, которые изоморфизны до первых N плюс 1 гомотопических групп. Вот. Но вот это условие, оно на самом деле следует из нуления вот этих торов. Почему это так? То есть, во-первых, да, я уже сказал, что можно рассмотреть любое кольцо. Можно рассмотреть, в частности, A. Там правда прям-таки изоморфизм, а он там прям-таки изоморфизм. Немножко странно. Давайте я проверю. Сверюсь с источником. Ну... И еще нет. Кольца Ну да, давайте попробуем расписать. Я попробую, просто хочу, чтобы это было как-то интуитивно, хотя бы понятно. Можно писать такой квадрат по данным существенно. Да, можно писать z от i, вот этот. Может быть, другое обозначение используется, это как-то клешится с обозначением группового кольца. z плюс i, как ты писал, это хорошее обозначение. Можно z полупрямо действительно писать, как Сережа предлагал. Давай послушаемся Сережу. Мы можем написать вот такой квадрат. Здесь написать h' то, что у нас было. Ну да, смотрите, ядро не поменялось. Какая-то странная стрелка из z полупрямо на i в а-штрих. Ну, z полупрямо на i отображается в а. Это более-менее универсальное свойство, что у тебя есть. У тебя есть некуда, ну, отображение колец без единицы из i в а. Оно продолжается отображение колец единицы. И я, кстати, наверное, даже хочу написать эту часть диаграммы. А по модулю i. Вот. Я что хочу сказать, что ядро не поменялось, потому что это отображение... Ну... Да, это отображение... То есть вот здесь ядро i, и вот здесь ядро i. Значит, вот эта диаграмма, она как была полупрямом, так и осталась. Сейчас. Нет, а если там в а два раза в аду? Так я же на это ядро смотрю с этой стороны, не с этой. Здесь, да, здесь могло поменяться, конечно. А вот здесь нет. То есть здесь, ну, по определению у меня... По определению этого отображения ядро — это i. И здесь. Ну, по условию... Ну, да. Тоже по определению. По определению квадрата Милнера и коленц. Вот. И теперь условие вот это для вот этого квадрата, оно превращается в условие на обнуление торов H3 и Z на ZI. И я хочу сказать... условие превращается в условие на то, что квадрат... Я хотел сказать, что вот это точное последовательство следовало бы, если бы мы имели обнуление таких торов. А здесь я говорю, что вот это условие для вот такого квадрата, то есть я хочу написать вот такой квадрат, написать для него условие. Сначала я хочу с этим поиграться. Я говорю, что там будет обнуление вот таких штук. Ну, чтобы была последовательность для вот этого квадрата, который... Который из Z, да. В смысле, я думаю, ты хочешь в другую сторону доказать, да? Что если этот тор... Там неравносильные же, наверное, все эти переходы. Или равносильные? Там неравносильные, но условие, собственно, оно сильнее. В смысле, а вот это условие должно быть сильнее, чем то, что ты хочешь. Да, да-да-да-да-да-да-да. То есть я хочу сказать, что вот из того, что вот этот квадрат является... Ну, типа, что если для него отображение замены базы эзоморфизм, то и для этого будет эзоморфизм. Что-то такое я хочу сказать. Ну, я, наверное, понял, как это делать. Мне нужно вот такую импликацию показать сначала. Чао. Спасибо. 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 Давайте еще как-нибудь попробую перезаписать. Спасибо. 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 А я знаю, что если домножиться на z, то она будет связана? Ну, ладно, я не очень понимаю, как это сейчас следует, но следует, должно следует. Сейчас еще немножко подумаю. Ну, это какое-то общее утверждение про кольца, типа, что если есть кольцо, для которого, то есть, типа, если вот такая штука связана, то и домножение на любое кольцо тоже будет связано. Ну, я сходу не могу вспомнить, как это нормально доказывать. Что-то через категорию моделей нужно делать. Могу потом вспоминать. Ну, ладно, не получилось. Короче, в любом случае, да, в формулировке какие импликации верны? Импликация верна следующая, что, во-первых, условие на то, что торы из z в z обнуляются, влечет условие на то, что торы из любого кольца в z обнуляются. А это условие для такого квадрата влечет условие для этого квадрата. Ну, да. Если вы недовольны, я могу потом вспоминать и нормально рассказать эту импликацию. Потому что, в принципе, ну, хороший результат. Да нет, мы, наверное, довольны. Я хотел тебя спросить. Вот справа то, что у тебя написано, то, что это то, что ты хочешь доказать. Что из одного следует другое. Ну, смотри, здесь аштрих, он из квадрата Милнер, это что-то значится, да? Ну, смотри, я имею в виду, что такое следствие уже не всегда верно, наверное, да? Или любого аштриха. Слушай, по-моему, это вообще какой-то аштрих. А, да-да-да, мне нужно, что идеал отображается изоморфно, да-да-да. А, ну, правда, тут буквы вообще нету, так что да, что и это просто идеал внутри аштриха. Это все, да, что ты хочешь знать. Ну да, да-да. Ну ладно. Ну ладно. Мне кажется, что я как-то представил, как должно выглядеть. Или доказательство из того, что вместо z можно аштрих написать. А как дальше, вот, как получить из... Дальше фишка в том, что вот для этого квадрата и для этого квадрата одинаковые должны быть условия. Ну почему это так? Потому что у тебя есть замена базы для этого квадрата, есть замена базы для этого квадрата. Как мы выяснили, вот отображение замены базы, оно будет связано как для этого квадрата, так и для этого квадрата. Ну, значит, оно для этого квадрата должно быть связано. Какое-то такое рассуждение. Понятно примерно? У меня есть Тор вот этого и этого над этим, есть Тор вот этого и этого над этим. Тор большой выражается из Тора вот такого и Тора вот такого. Если это было сильно связано и это стало сильно связано, то это тоже должно было быть сильно связано. Я еще одно следствие хочу написать, что пусть у меня интересно сколько уже времени потратил. Вот как на прошлой картинке у меня был квадрат Милнера, я по нему могу написать вот такую штуку. И кольца, я здесь хочу, чтобы кольца были коммутативные. В прошлое, в прошлое утверждение это в принципе не обязательно. Вот, если я коммутативный, я могу написать такую и квадрат Милнера. Я могу такую штуку для всех N написать, ну и вот это рассмотреть как проективную систему. И теперь я могу применить к этому мою категорию, например. К-теория по проективной системе построит непроективную систему спектров. Я могу такой формальный предел написать, то есть в категории про объектов. Я сейчас не соображаю. Из того, что если у меня идеал и отображается изоморф на идеал, ваш клиент от этого следует, что там степень изоморф на степени изоморфа? Может не следовать, мне кажется, но тут это не важно. Должны следовать, 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 потому что степень идеала, она просто внутри идеала определяется. Ну да, буковки поперем на залу. Ну то есть это под идеал? Если она порождается, вот мы буковками, да, берем нужных в количестве штук, но порождается как идеал внутри этого самого объемлющего кольца. Буковки отображаются на элемент объемлющего кольца. Вроде же это не важно, потому что ты можешь... А, да-да-да, хорошо, это правда не заносится туда. Да, хорошо, да, согласен. Это верно, но тут это не очень важно, потому что все равно я здесь не могу нормально определить, что такой квадрат милмера про объекты. Но в любом случае, да, в общем, такая диаграмма является декартовой в про объектах. Это может звучать очень странно, потому что непонятно вообще, что такое про объекты, что такое пулбеки в них. Но в частности, что верно, что про объекты можно построить обычный объект взяв настоящий предел. Ну, с точностью всяких проблем перехода к очень большим категориям вот этого всего. А про объекты в смысле про спектры или... Да-да, то есть в про... то есть в про спектры, да. Ну, то есть что такое про объекты вообще? Про про объекты можно думать следующим образом. Такая довольно мутная тема, потому что все время в них путаешься, все время не очень понятно, что про них верно. В каком порядке берешь? Про спектр потом? Это все не важно? А, у тебя бесконечная категория просто. Ты про модельные структуры, что ли, какие-то? Ну, я имею в виду, что если у тебя тупо есть какая-нибудь треангулированная категория, ты можешь взять про от треангулированной категории, а можешь взять... Ты можешь про от гомотопической категории, а можешь гомотопическую категорию от про выбрать. Ну да, здесь, конечно, типа гомотопическая категория от про, если в этих терминах думать. Да-да. Так, ну что я могу сделать? Я могу посмотреть на функторы из C... Ну, в спектре или в пространство, не очень важно. И посмотреть об от этого. И теперь здесь я могу породить под категорию... Функторы, которые переводят... Которые сохраняют конечные пределы. Вот. И это оказывается правильным определением про спектров. Но если по-другому говорить, то да, мы берем это вложение UNED, и в нем рассматриваем просто все формальные фильтрованные пределы. И это то же самое, что вот эти функторы. Ну, просто потому что фильтрованные пределы — это единственные пределы, которые коммутируются конечными... А, ко-пределами. Да, наверное, ко-пределы. Ко-пределы, которые коммутируются конечными. А, собственно, это соц-фан, его надо как-то бесконечная категория, да? Да-да-да-да-да. Теперь предел в кавычках — это вот предел бесконечный категория, и предел вот в эти вот бесконечные категории. Да-да-да-да. Я упустил буква C, что означало. Ну, в смысле, что такое... Вот это про... Так. C — это изначальная категория, для которой мы строим про-объекты, а про то, что это конструкция для любой. Зачем индексируется, типа, да? А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот именно что индексированное множество у нас может быть вообще любым. То есть в этом определении мы забываем про индексированное множество. А. То есть у меня было C, я же говорю, что как про объекты — это все формальные фильтровные пределы. И не говорю про каком множество. Это C или спектр в нашем случае, да? Да, в нашем случае это просто спектр. Угу. То есть дальше вот сюда можно отобразиться из любых функторов из фильтрованных диаграмм. И это будет функтор, который там что-то сохраняет. Но он все равно не будет эквивалентности, он будет чем-то типа локализации. Ну да, мне кажется, он не будет локализации в обычном смысле. Да, он не будет локализации. Но что-то типа такого. То есть мы типа берем все фильтрованные диаграммы и локализируем… Не, наверное, это он будет локализацией, если диаграмма очень хорошая, если диаграмма достаточно большая. Ну да, в общем, чем-то типа локализации будет функтора отсюда сюда. Вот, но я что хотел сказать, что по этой диаграммке я могу рассмотреть, как я могу вернуться к обычным принятым понятным мне понятиям и что-то вообще делать. Я могу рассмотреть, во-первых, гомотопические группы у проспекторов, и я могу рассмотреть длинную последовательность прогомотопических групп этой диаграммы. И, в частности, я могу этих прогомотопических групп взять формальный… То есть не формальный предел, а предел в группах. Таким образом, у меня есть такая длинная последовательность. Кат-и, кат-штрих… Что такое прогомотопические группы? Ну, прогомотопические группы – это просто… Если у тебя есть какой-то фильтрованный предел чего-то, ты можешь гомотопическую группу у всего есть, у всей диаграммы взять, и взять у этого фильтрованный предел, быть прогомотопической группой. Предел в категории групп? Ну, формальный предел… Давай я напишу утверждение, которое отсюда следует. Дальше ты, наверное, поймешь, как оно примерно следует. Еще раз, предел – это формальный предел, то есть это не группа, а прогруппа, да? Да, но из формального предела можно построить обычный. Уже не пишут кавычки, так что настоящий. То есть можно сделать нормальный предел сформального и получить какое-то утверждение, с которым можно работать в терминах исходных групп, колец. Ну да, в общем, такую длинную точную последовательность я могу написать по этой диаграмме. Вот. Здесь я могу написать формальный, то есть я могу написать формальный предел вот этих гомотопических групп, но из этого следует также и последовательность с неформальными. И с формальными – это как бы более сильные условия, но вот это – это что-то ручное, с чем ты можешь работать на уровне колец совсем. То есть, в частности, не нужно брать никакие производные пределы или что-то такого. Вот прямо на таком уровне все работает. Ну да, два таких следствия. И еще хочу что-то сказать. Хочу сказать, что вот это уже наше нововведение. Вот это все, вот эти два следствия, они, в принципе, написаны у Лэнда Таммы. А что мы можем делать, что мы позволяем делать, они не позволяют. Можно... То есть, вот эта вот гомотопическая прогруппа, которая, она не зависит от того, каким образом я выбираю способ представить этот прообъект, какой предел, да? Да, не зависит. Ну, тут там сложно даже со ссылками на эти все вещи. Это в каком-то виде написано, ну, тех же Лэнда Таммы, у Лури написано очень много про это. Ну, есть куча каких-то спорадических статей, которые вот такие штуки используют, потому что сейчас появляется куча утверждений, которых это необходимо, про К-теорию в частности. Но, в целом, да, я даже не знаю, какую правильную ссылку дать, чтобы это легко было почитать. Ну да-да-да, в общем, определяются гомотопические группы нормально. Там даже можно определить их ровно так же через, типа, у тебя есть коп, порождающая множество из исходных объектов, и ты можешь определить тест-структуру на проспектрах через ортогонал и дважды ортогонал от исходного, от образа исходного класса в тест-структуре. То есть это все будет давать эквивалентную штуку. Да, короче, что я хотел сказать, что здесь можно писать, можно предположить, что у нас есть какая-то алгебраическая группа, ну, линейно-редуктивная давайте. Можно даже и ослабить это предположение линейной редуктивности, но не хочется пока что. В общем, можно предположить, что линейно-редуктивная группа действует на все эти диаграммы, и мы пишем эквивалентную категорию. Ну, все над какой-нибудь общей базой, то есть, например, все над каким-то кольцом, то есть мне, допустим, вот это все над k, я буду писать другим цветом, чтобы над k. И можно предположить, да. Действие, в смысле, действие на соответствующих аффинер схемах, да? Да, 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 да. О, редуктивно как ты воспринимаешь? Линейно-редуктивная – это просто, что у меня функтор инвариантов точен. Для меня вот эта линейная редуктивность. Но она еще плоская должна быть понятна. Если не плоская, то тоже все не будет работать. Сейчас еще раз, что значит редуктивный для тебя? Линейно-редуктивный означает, что функтор инвариантов точен. Ну, там, например, в смысле обеденных категорий. На категории вообще всех представлений над этим кольцом k, да? Да, 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 да. Ну, да, и здесь я тоже могу писать такую же штуку. То есть я могу писать здесь kg, и здесь kg везде писать могу. Это как бы правильное принятие редуктивности над произвольным кольцом, да? Ну, линейной редуктивности, но не редуктивности. Редуктивность – это какая-то жесть. Ну, в смысле, там какие-то эти алгебры li, вот это все не патенты. То есть редуктивность, я не понимаю, что означает в категорном смысле. Я только линейная редуктивность понимаю. То есть все группы, к которым мы привыкли, они линейно-редуктивные, да? Ну, вот нифига. Например, в характеристике p у тебя вообще нифига не линейно-редуктивные. Только tor и там конечная группа, у которых характеристики не делят в порядок. Ну, их расширения всякие. А, например, gln уже не линейно-редуктивные. Как только у тебя нету полной переводимости, у тебя сразу все портится. Ага. Ну, вот. В характеристике ноль, да. В характеристике ноль все типы, к которым ты привык. Видимо, да. То есть в характеристике ноль привык… К которым привык, это в смысле, что нету этого неподатного радикала. Угу. Угу. Вот. Там это, в принципе, обобщается, но я пока не хочу это обсуждать, потому что я не очень понимаю, в каком виде там нужно формулировать самую общую версию. И там нужно другое определение немножко ка-теории. То есть как определить ка-теории ковариантную? В этом смысле это просто ка-теория совершенных комплексов над фактор-стэком. А можно сказать, что это другое. Можно сказать, что ка-теория – это ка-теория категории типа эквариантных модулей. Это для гейнер-редуктивных одинаковая вещь, для общих групп это разные вещи. Даже для конечной группы, типа, ну, допустим, cp над fp можно рассмотреть совершенные комплексы, ну, то есть совершенные комплексы категории модулей над… ну, просто над групповым кольцом. Это будет просто что-то, порожденное z от g. То есть там не будет, например, z. То есть z, как модуль над z от cp, он несовершенный. У него там бесконечно-коммунологическая размерность. А в смысле совершенных комплексов над фактор-стэком совершенные комплексы определяются то, что локально в гладкой топологии является совершенным комплексом. Ну, и z, естественно, в гладкой топологии, то есть если посмотреть его как модуль над точкой, это просто одномерный модуль, одномерный свободный модуль. То есть его нужно считать совершенным. Ну, короче, да, там какая-то разница определения есть для нелинейной редуктивной группы, но, в принципе, для них тоже что-то работает, не все на что-то. Ну, ладно. Можешь еще раз следствие 2 показать? Угу. Я что-то упустил немножко. Оно было верно для любого n уже, да? Или нет? Нет, n не фиксировано. n – это… Я понимаю, что здесь ты говоришь про проективную систему. А для этого было… До этого было условие дополнительное на ТОР. То есть смысл в том, что… А, значит, проективная система типа ТОР помирает в каком-то смысле, да? Да, 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 да. То есть у проективной системы, там проективная система из ТОРов, и она вываливается. Угу. Ну да, я должен был это, наверное, как-то сказать, но я поленился это говорить. Ну, я вроде в прошлый раз, в прошлый свой доклад пробовал это сказать. А… Так, ну ладно, мне нужно… У меня времени, по сути, сколько? По сути, ничего не осталось? 12.30 мы начали. Мы хотим закончить, наверное, в течение полутора часов. Но я… Не знаю… Если ты хочешь рассказать доказательства, то мы можем, в принципе, его в следующий раз послушать. Ну, давай, давай попробую. А сейчас я типа напомнил, что происходит. Сейчас ты рассказал все интересно, а в следующий раз будет. В следующий раз можете не приходить. Ну, да, не знаю, давайте я попробую тогда еще какие-нибудь классные комментарии сказать, какие вспомню интересные. Чтобы на следующий раз совсем ничего интересного не оставалось. Но это… Это я в прошлый раз тоже все упоминал, что отсюда следуют другие штуки про… Отсюда следуют штуки про CDH-квадраты и про спуск для них. То есть CDH-спуск, про CDH-спуск для категории. И здесь, в принципе, все тоже для любых инвариантов верно. И, в частности, про CDH-спуск там на эквариантных, на стэках, на стэках в том числе. Про него я сейчас не особенно хочу сказать, но я хочу сказать про следствие из него, которое было. Следствие говорило, что если у меня есть какой-то стэк, то есть у меня есть х, гибридический стэк, хороший, хороший, то k и t от x обнуляется для любого и меньшей размерности стэка. Это все понятно, и, в частности, из этого было следствие, что k и t эквариантно от a обнуляется тоже для любого и меньшей размерности к руля a, меньшей размерности a. Где-то минус должен быть, или что? Да, минус, 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 меньше, минус размерности. Вот, но здесь g какая-то такая хорошая, то есть она там конечная, ну, то есть она g, тип расширения, g и конечной группы. Ну, в другую сторону, наверное, конечной группы с помощью g. Вот, а я хочу вспомнить, что у этих всяких чуваков, которые изучают группы, изучают там гипотезы Фаррелла Джонса, у них есть такая гипотеза, открытая проблема, что если я посмотрю на любую группу, ну, да, так напишу, k и t от z от g равно нулю для любого i меньше минус единицы. Но здесь g вообще любая группа, даже не обязательно, там, torsion free, то есть вообще любая группа, любая дискретная группа. Я бы хотел сказать, что вот эти утверждения, они, может быть, как-то связаны. Может быть, можно что-то такое доказать. Но в чем здесь подвох? Подвох доказательств состоит в одной такой вещи, которая называется флотификация, уплощение. То есть, какое утверждение нам требуется в доказательстве даже не про сидеть спуска, а вот этого обнуления? Там используется, что если у меня есть x, есть какое-то раздутие у него. А, не-не-не, не какое-то раздутие, извиняюсь. Да, да, да. То есть называется flotification by blobs. У меня есть какой-то x, у него есть какое-то векторное расстояние, мне кажется. Но я хочу в более конкретном виде это сформулировать. У меня есть какой-то у него класс в отрицательной категории. Утверждение состоит в том, что существует такое раздутие x, что pullback e станется тривиальным. Это какое-то сложное утверждение, и я не могу себе представить, чтобы оно было верно для любых действий групп на любых схемах. Но мораль, да, такая, что хочется подумать немножко в этом направлении. Я хотел как раз, может быть, обсудить с какими-нибудь людьми, которые знают про это направление и про теорию групп. И, может быть, знают, что там вообще можно делать, что нельзя. Ну да, это типа мечты. Хочли! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин